Министерство цифрового развития Российской Федерации подготовило пакет новых экстренных мер для поддержки IT-отрасли. Соответствующее письмо ведомству направило премьер-министру Михаилу Мишустину. Среди предложенных мер для программистов отсрочка от армии, налоговые послабления и льготная ипотека. В Тверской области на сегодня зарегистрировано более 400 предприятий IT-индустрии. Как представители сферы оценивают вводимые меры поддержки, узнал Никита Васильев. Важно не допустить снижения темпов развития IT-отрасли в нашей стране, даже в условиях санкционных ограничений. Нужно обеспечить устойчивое и бесперебойное функционирование информационной инфраструктуры. Ну и, конечно, сохранить кадровый потенциал. Льготная ипотека, отсрочка от армии, освобождение от проверок и уплаты налога на прибыль сроком на три года. Такие меры поддержки IT-сектора были предложены премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Неудивительно, что в сложившейся экономической ситуации именно сфера информационных технологий одной из первых получила со стороны федерального правительства столь необходимую поддержку. Сегодня возможности цифровых технологий направлены на все сферы жизнедеятельности общества, включая производство, транспорт и финансовые услуги. В условиях санкций в России необходимо не просто сохранить работоспособность цифровой инфраструктуры, банков, государственных услуг, агротеха, но и обеспечить развитие всех направлений. Во многом этому поспособствует в том числе и расширение грантовой поддержки. Уже сейчас, если говорить о грантах и субсидиях, любая IT-компания может начать с программы акселерации от ФРИ. Затем для IT-стартапов существуют фонды, фонд содействия инновациям. А далее уже более крупные компании могут получить субсидии от ФРИ и фонда Сколково. Сегодня в нашем регионе зарегистрировано более 400 предприятий, работающих в IT-сфере. С некоторыми из них активно сотрудничает Центр Мой Бизнес. Как рассказали в организации, айтишники Верхневолжья уже пользуются существующими мерами поддержки в регионе. Льготное кредитование, субсидии. Центр Мой Бизнес оборудован каворкингом. Предприниматель из сферы IT может прийти и воспользоваться этими услугами. Одно из тверских IT-предприятий, которое также сотрудничает с Центром Мой Бизнес, группа компаний «Прима». Как рассказывает замдиректора по развитию Иван Цуканов, от уже более 20 лет организация занимается созданием систем автоматизации бизнеса. «Прима» сотрудничает с ведущими ритейлерами, крупными предприятиями, аптеками и магазинами одежды. Причем как в Тверской области, так и в соседних регионах. Сделать так, чтобы предпринимателям было проще работать. Таков принцип деятельности специалистов. «Последние семь лет у нас цифровизация идет просто семимильными шагами. И программные продукты дают бизнесу ряд инструментов, которые позволяют бизнесу не только сохранить свои позиции на сегодня, но еще и здорово, значительно расшириться. Это и система автоматизированного учета товара, и система взаимодействия с клиентом». Как отмечает Иван Цуканов, анонсированные правительством стороны меры поддержки IT-отрасли придутся как никогда кстати. Сейчас для всей страны наступило непростое время, но вводимые государством льготы и послабления помогут преодолеть сложный период. «Меры поддержки, которые сейчас представлены, они позволят таким компаниям, как наши, небольшим каким-то компаниям, устоять на ногах. Эта мера очень своевременная и отдельно радует, что у нас и правительство Российской Федерации, и Минцифра понимает востребованность IT-шной сферы, сейчас, особенно по части экономики и бизнеса в частности». Добавим, что в министерстве попросили правительство дать поручения заинтересованным ведомствам и незамедлительно начать реализацию указанных мер, предусмотрев необходимое финансирование.